Капибара Они действительно похожи на морских свинок. Их даже иногда называют гигантскими морскими свинками. Высота капибары в холке может достигать 40-60 см, длина тела 100-135 см, а вес некоторых освоей превышает 60 кг. Капибары – это полуводные, травоядные, млекопитающие. В Центральной Америке и на северной части Южной Америки капибары проводят большую часть своего времени, неподалеку от озер, прудов и рек. Ежедневно они съедают 2 кг травы и водных растений. Капибар – перепончатые лапы, что делает их отличными пловцами, а их глаза, уши и ноздри расположены в верхней части головы, позволяют погружать большую часть тела под воду, как бегемота. Также они могут полностью погрузиться и пробыть под водой в течение 5 минут, что позволяет им прятаться от хищников, таких как ягуары, аллигаторы и оцелоты. Факт номер 3. Зубы капибар никогда не перестают расти. Как и другие грызуны, капибары должны постоянно стачивать 2 длинных передних зуба об кору или во время пережевывания пищи. Капибар держат в качестве домашних животных. Ребят, это неудивительно. Сейчас люди такие пошли, которые любят экзотику. Они очень любят заводить экзотических животных. Капибары – дикие животные, которые не привыкли жить в домах, но это не оставило людей от содержания и в качестве домашних питомцев. Они требуют много открытого пространства для выпаса, а также водоем для купания и значительные денежные траты на корм. Самый известный капибар-питомец по кличке Каплин Рус жил в семье Типалдос в Техасе. Кстати, сейчас я вам покажу фото. Как раз запечатли Каплин Рус и его хозяйка Миланя Типалдос. И последний факт, пятый. Капибары прекрасно подходят для отдыха. Иногда их даже в шутку называют природными пуфиками или живые стулья. Капибары заслужили репутацию как комфортное место для передышки. Птицы, обезьяны, кролики и даже другие капибары были сфотографированы, сидя и отдыхая сверху на этих гигантских грызунах. Вот и все, ребята, факты о капибарах. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok